Кто создает нам реальную угрозу на нынешнем этапе, когда в Европе будут размещены американские средства поражения, нацеленные на европейскую часть России? Это США. Поэтому наша логика должна заключаться в том, что прежде всего мы создадим контрпотенциал против США. У нас есть подвижный грунтовый ракетный комплекс «Рубеж». Соответственно, он подвижный, это мобильный грунтовый ракетный комплекс. На секунду буквально. А «Искандеры» уже есть в Калининградской области? «Искандер» я что хотел бы отметить, есть ли они в Калининградской области или нет, у них дальность пуска 500 километров. То есть они априори не нарушают режим ДРСМД. Поэтому, когда «Писториус» заявляет о том, что мы угрожаем Германии в частности, это ложь. Мы не нарушаем никаких режимов, даже если «Искандеры» есть в Калининградской области, потому что дальность пуска до 500 километров. Оле, запрещено освещать вам такой вопрос, как отсутствие электроэнергии в Российской Федерации. Там у них просто чуть-чуть и бунты в некотором роде будут, потому что россиянам им чуть-чуть обидно. Ну как же это так? Нас еще, ну местами мы, конечно, бомбили российских пи-негодяев, но в целом они не сильно-то и пострадали, а света нет. Поэтому она предлагает россиянам вместо электроэнергии насладиться величием, что вот, мол, есть какие-то ядреные ракеты, которые уже в Калининграде, которые сейчас как бахнут по Германии, и россияне почувствуют вот этот прилив величия. Оля, вас, товарищи россияне, обманывают, потому что, ну, заметьте, пока ваших российских пилотов от смерти спасает исключительно кто? Нет, не Господь Бог, а Джозеф Байден, который говорит, ну, не лупите вглубь России. Ну, мы, конечно, слушаем это все и не можем использовать для этого американские ракеты. Ну, вот сегодня на авиабазу Миллерово в Ростовской области прилетело столько дронов. Ну, конечно же, российские фашисты сообщили о том, что все 26 дронов сожгли, сбили, все хорошо. Ну, просто это, наверное, правда, только не уточнили чем. Потому что вот народные корреспонденты с российскими паспортами, они всячески свидетельствуют о том, что там весь этот аэродром горит прекрасным пламенем. И надо отдать должное, что он, ну, не так уж, чтобы сильно далеко от границы с Украиной находится. Это 150 километров от линии фронта в Ростовской области. И оттуда стартуют и вертолеты, и российская тактическая авиация. Ну, я так понимаю, что точно уничтожены уже, это понятно, хранилища с топливом. А без него российские самолеты не летают. И остается открытым вопрос, что там с авиацией, побили мы ее или нет. Ну, возвращаемся к Дональду Трампу, который будет вынужден. Нравится, не нравится, терпи, Оля, красавица, Россия, красавица. Ну, вы помните эту фразу Владимира Путина. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Дело в том, что это же, ну, песня насильника. Спит красавица в гробу, я подкрался, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Так вот, мы им дали бой, и никто тут ничего терпеть не будет. Пока в качестве этой красавицы выступает исключительно Российская Федерация и население, которое там живет. Не народ. И вот здесь и сейчас, когда Трамп еще не стал президентом, ну, и вот они вот рассматривают разные подходы, типа новые подходы, происходит что? Грозят ракетно-бомбовым ударом по США. Это же так мило. То есть по Дональду Трампу. И делят Бога. Но нам угрозу создает Вашингтон, который хотел бы, чтобы Россия в перспективе, если вдруг возникнет форс-мажор, воевала, собственно, с НАТО в Европе. Нам необходимо разместить ракетные комплексы, рубеж на востоке России, нацелив их на континентальную территорию США. Таким образом, прежде чем мы ответим Германии, мы ответим США. Любая военная цель, любой военный объект, который подвергнется атаке со стороны НАТО по нам, допустим, на европейской части, первый удар должен быть наш, ответный, подчеркиваю, по США. Переводим, переводим все на английский язык и отправляем в штаб Трампа. Ответный удар по США. Как это? Мы где-то это слышали. Если бы российское население во главе с Путиным не напало бы на Украину, то в их сознании напали бы на них. Ну, такое условное наклонение. И тут можно, кстати, Маньяка процитировать. Он когда-то говорил о том, чтобы если у бабушки были бы яйца, она была бы дедушкой. Так вот, если бы до КБ, это не имеет значения. Напала Российская Федерация. Ну, и какие-то оправдания в части того, что мы не хотим, не планировали нападения на Россию. Ну, это смешно. Поэтому об этом говорить не будем. Дело в том, что вот этот вот ракетный комплекс «Рубеж», который рекламирует товарищ Коротченко, он хороший. Но эта программа была свернута в 2018 году, когда уже Путин очередной раз вернулся в Кремль. И именно он это сделал. Это все в рамках договоренности с Соединенными Штатами по СНР-3. Стратегически наступательные ракеты. СНВ, простите. Стратегически наступательное вооружение и сокращение этих ракет. То есть там, где они договорились, какое количество ракет должно быть у каждой из сторон. Так вот, этот комплекс «Рубеж», он в 2018 году его разработки и прием в госпрограмму вооружений был остановлен. И вот только сейчас снова начали появляться сообщения, что «Рашка» возвращается к производству этой ядреной ракеты. Мол, да, будет сделано в ответ на то, что Штаты размещают в Германии ракеты средней дальности. Дамоклов меч ядерного возместия должен висеть над США. А уже потом над Германией и другими странами Европы, которые разместят американское оружие. Это принципиальная вещь. Поэтому угрозам, которые создают нам американцы, мы должны ответить именно американцам, подвесив их безопасность точно так же, как они будут создавать проблемы нам. Срочное сообщение в продолжение вашей мысли. Вообще довольно невероятное, сенсационное это звучит. Особенно из УЗЗ замминистра иностранных дел Сергея Рябкова. Рябков только что заявил, что Россия не исключает размещение ракет ядерного оснащения в ответ на размещение ракет США в Германии. Россия будет реагировать компенсационными мерами, которые сочтет приемлемыми в ответ на размещение ракет США. Кто такой Рябков в системе российской власти? Да никто, если честно. И вот эти вот все придыхания, что сенсационное заявление и так далее. Я просто к чему это все веду? Вот таких же высказываний в российских эфирах, да они полны ими. То есть это же не только Короченко, это дичь городит. Они повторяют это много-много лет. И какой результат? Результат именно такой, что Запад с Трампом или без Трампа, он будет, как мне кажется, помогать нам не из-за любви к нам, а из-за того, чтобы помочь нам защитить себя. Ну и таким образом, чем больше российских захватчиков будет убито, тем, соответственно, меньше у них будет желания бомбить Вашингтон. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!